Друзья, добрый день. Мы сейчас сделаем для вас обзор Катамаран Леопард 40. Это самый маленький леопард в семейке леопардов, но это не значит, что он маленький и он не достоин внимания. Давайте пройдем внутрь и я вам расскажу. Во-первых, здесь есть для отпускания дельки, поднимание, практически лебедка. Это отпускается прям до воды и можно динги опустить прям на воду. И без запах, дальше еще скорее. Искусственный леопард, он имеет, то есть пользуется только искусственный леопард. Снащены 30-ми двигателями Янмара. Ну, несмотря на то, что Катамаран не самый маленький, маленький, вот он значит, что он достаточно мощный, даже для отпуска, не перетеркнует пантуру. Обратите внимание, что все зоны, где вы проводите больше всего времени, леопард Катамаран самый большой и он перекрытый. Смотрите, копты после перекрытых, даже если не косой дождь, он будет, не будет забызгивать сюда. И здесь достаточно большой стол, пеобразный. Уместит эту очень большой компанию. Я еще не должен быть так и сидеть. Или, естественно. Здесь еще дополнительные места есть. Здесь расположены все сервисные панели. Все сервисные панели расположены, чтобы обратить внимание. В этом рудаке на улице можно дополнительные сервисные панели еще поставить. Как я уже сказал, достаточно удобный стол, с наклонными спектрами. Я думаю, тут около 8 человек легко на руду съесть. Давайте пройдем на пост управления. Обратите внимание, что все концы выведены в одно место. Очень удобно работать. Все, все абсолютно. С ударю. И гены выведены. Два шкода. И рифы. И спинакер фал. И колярд мансейл. Абсолютно все, все, все выведены сюда. Ставится одна лебедка. И можно, значит, с одной мы стравливаем. На другую добираем. Понятно, да и... Там элементарно можно делать поворот. Очень удобно. Не надо еще. Также закрутка. Выведено тоже сюда движу. Мы можем здесь взять закрутку. И через электрическую лебедку скрутить стактель. Не прилагая к этому дополнительных усилий. Вот. Обратите внимание, что штурвал фиксируется. Когда мы заходим в марину, мы его фиксируем, чтобы штурвал не крутился. И уже заходим только на двигателях. Там в раздай. Один движок вперед, другой назад. И маневрируем за счет только двигателей. Струвал зафиксирован. Вот тоже здесь последняя модель Аэромарина стоит. Чарклотер. Двигатели НУР. Очень надежные. Жесткий картоп идет. Обратите внимание, что у некоторых производителей это его или вообще нету. Или идет он из ткани. Или стоит дополнительных денег. Здесь он идет в базе. Это уже идет. Если вы заказываете водку, уже это входит в базовую цену. И дополнительно за него оплачивать не надо. Здесь есть специальное окно, которое можно смотреть на просто дополнительные. И свет даже. Давайте пройдем в салон. Салон достаточно просторный. Если мы берем этот маленький размер, обратите внимание, какой просторный салон. За счет того, что кухня размещена впереди. Вот это движение. И нам не надо будет присаживаться. Мы хорошо видим горизонт. Достаточно высоко расположен кузырек, который впереди. И нам не надо, как я проверял на некоторых домах, ножки раздевать ноги, присаживаться, чтобы видеть горизонт. Потому что у вас кузырек закрывает и не видит ход движения. Очень динамичная, очень удобная. Здесь расположена сушка. Помыли посуду сразу положили. У нас такая плита, духовка. Будет закрыта на куче всяких ящичков. Мусорное ведро выдвигается. Щеки на панку. И анализатор газа. Такая современная штука. Включается газ отсюда и выключается отсюда для безопасности. Также кокпит мы видим, оборудован столом, который опускается. Опустив стол, мы можем создать дополнительное спальное рабочее место. Он опускается. И огромная-огромная сафа дополнительно образуется. Объявите внимание, очень много рундуков всевозможных. Здесь уже что-то лежит, видите, да? И дальше, то бишь, для хранения дополнительного продуктов достаточно много всяких ящиков даже в салоне. И можно еще обратить внимание, что под диваном тоже образуются достаточно большие пространства, которые, ну, для хранения каких-то продуктов, вещей и все прочее. Очень важно обратить внимание, что по ходу движения также расположена дверь, которая дает очень хорошую вентиляцию. Ни одна форточка, ни одно открываемое окно не сможет заменить дверь по окладе вентиляции. То бишь, стол стоит напротив двери, и кокпит, и салон, и через салон очень хорошо проветриваются. Салон очень хорошо проветриваются за счет того, что дверь открыта. Так, здесь все элементы собраны в один ящик. Здесь кондиционер, здесь генератор, радио, рация и контроль энергии, и выключатели на все, ну, на все группы, начиная там от помп, кранов и свет выключается тоже по определенным зонам. Высота достаточно приличная, видите, вот. Давайте пройдем в хозяйскую каюту, Овновская каюта ее еще называют. Вот, и посмотрим, насколько она при этом в небольшом размере достаточно просторная. Тут скошены углы, чтобы было удобно спускаться с кровати. Хорошая вентиляция одна, форточка вторая, большое на кормовое остекление, и верхний люк. Вот эти все диодные подсветки, вот эти металлические элементы, которые расположены здесь, вот, это все идет в базе, за это дополнительно обмачивать не надо. Вот здесь подсветка диодная стоит. Здесь также дополнительные есть рундуки, которые можно разместить, какие-то вещи. Обратите внимание, это очень-очень важный момент, смотрите, это мы открываем пайолы и видим, насколько корпус тщательно обработан именно гелькоутером. И, обратите внимание, вот здесь, как прикреплена перегородка. Они перегородки на небольшой, где-то около метр, и поперечные переборки стоят. И переборка прикреплена не просто вот так в стык, а вот, обратите внимание, вот здесь, она прикреплена вот таким образом, то бишь площадь соприкосновения значительно улучшается, и жесткость значительно повышается. Здесь, обратите внимание, сет магнитики, чтобы, значит, вибрации не было и не дребезжали. Вот, обратите внимание, это очень-очень важный момент, т.е. двойная ламена с гелькоутом, все подводные части, которые соприкасаются с водой, подводные части, все обработаны немного-гелькоутом. Здесь, стол есть, с зеркалом, восьми, дополнительно ставится крепление для телевизора, можно использовать. Шкафы, достаточно объемные тумбочки, шкафы. Впереди расположен санузел, давайте откроем дверку впереди и посмотрим, что же там у нас, там водонепроницаемая переборка. Вот, давайте откроем ее, ну, видите, ну, вот эта подушка, которая кладется в салоне и на стол, и образуется дополнительное спальное место, а здесь мы видим дополнительную переборку. Ну, не дай бог, если вы на что-то наехали, вода в салон не пойдет, а именно останется внутри. Так же, обратите внимание, еще раз, как сделаны вот все помпы, все доступы, всем фитингам и помпам абсолютно просто и доступно. Можно сделать сервис любого-любого и сделать контроль любого элемента. В туалете ставятся электрические, опциональные. Давайте пройдем в следующий поплавок. Гостевой поплавок, передняя каюта и дополнительно есть место, ну, детское место, так скажем, для ребенка. Тоже имеется дополнительный шкаф, такой достаточно большой. Вот, а под ногами мы видим, что у нас есть тоже все обработано гельком, вот, видите, да, что очень-очень качественное корпус, ношение корпуса. Туалет, он у нас один на две каюты и задвижная дверь, сейчас она просто заклеена, мы не будем демонстрировать, вот, но задвижная дверь, вверху тоже люк для вентиляции есть, боковая форточка. Здесь у нас перекрывается холдинг-танк, обратите внимание, холдинг-танк за этой дверкой, тоже опциональный электрический туалет, и здесь дополнительные шкафчики для туалетной бумаги и все прочее. Вот, зеркало-шкафчик тоже дополнительно открывается. Проходя в кормовую каюту, мы тоже видим, достаточно просторная, светлая, и, обратите внимание, очень высокая каюта, здесь где-то метр двадцать, даже больше, где-то около метра двадцати. Опять же, кормовое стекло достаточно большое, дает много света, боковое стекло и хорошее проветривание, обратите внимание, и, значит, продувается справа налево и сверху. Также здесь имеется большой дополнительный шкафчик, и, опять же, все подводные части сделаны по предстоящему, здесь большой шкаф, который платят на гардеробе, то бишь, подводя итог, мы видим, что каюта достаточно просторная, достаточно просторная. Много дополнительных есть рундуков, которые позволяют обеспечить хранение своих вещей, и, там, здесь дополнительный шкафчик. Давайте пройдем на нос, опять же, я повторю, что это дверь, которая дает потрясающую вентиляцию. Мы ходим на нос, здесь опционально можно заказать такие подушки, это опционально заказать, справа и слева можно заказать подушки, и, в принципе, тут даже можно и достаточно хорошо спать. Козырек дает тень на окна, и окна вынагреваются. Здесь мы имеем тоже якорь, видите, да? Вот это фиксатор, дополнительно для якоря здесь идет пульт, и вот эти усы у нас крепятся именно здесь, видите, мощный очень такой, неживящий стали. Крюк, который цепляется за цепи, дальше проотравливается, и лодка уже стоит на усах, чтобы цепь не обтрянула корпус. Дополнение ко всему, мы сейчас посмотрим, что есть в рундуке, здесь стоит танк для воды, и еще место тут можно для концов или для кранцев. Дальше еще есть рундук, и обратите, тоже такой достаточно просторный, там можно тоже сбрасывать концы и кранцы. И, конечно, если мы посмотрим, основной рундук, он, конечно, потрясающе большой. О, ну тут кто-то завален брусами, к сожалению, да, вот. Тут стоит генератор, тут стоит еще один танк для воды, и много достаточно еще дополнительного места. Потому что сейчас тут опущен козерот, видите, да? А так вот еще дополнительно очень много места. Козерот. Сетка очень хорошая, прочная и долговечная. Она не поится ни солнца, ни воды. Уже проверили более старые катамараны, и сетка, ну, даже в виде, абсолютно не меняется. По ходу прохода, здесь есть за что держаться, видите, поручни и дополнительные. И приклеиваем ступеньки, которым очень легко подняться наверх. Видите, да? И крепление сюда. И, в дополнение ко всему, сложить грот. Все, застегнуть его, можно наступить на хардтоп. Так, все доступно, все в пределах достигаемости. Так. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.